привет youtube одно из моих первых видео я еще порядочно стесняюсь поэтому вы меня простите значит так сегодня речь хотелось бы поднять за выравнивание скажем так края гильзы который был сделан за обкаткой не звездой обкаткой значит принципе существует очень много скажем так способов выравнивания этого дела многие допустим мастерит приспособы кипятят и баллончики кипятят в воде таким образом пластик получая температурное расширение но и гильза насажена на него соответственно вот получает форму ровную расправляется но это как бы долго мне не очень подходит у меня скажем так есть свой немножко такой способ небольшой многие люди скажем так берут тоже баллончик co2 садят его на шуруповерт или дрель выравнивают край гильзы непосредственно перед снаряжением но это тоже не подходит потому что партии у меня большие как бы как правило допустим гаража у меня когда я делаю что-то свое есть всегда время подойти сделать эту операцию и пойти делать что то что-то свое вот поэтому мне очень удобно сделать 100 200 штук потихонечку их выравнивание выравнивание и скажем так заниматься своим делом непосредственно то есть это это два дела в одном и так значит давайте наверное поговорим за гильзы они у нас бывают разные не она сейчас переведу в режим фокус поэтому сразу прошу прощения за небольшую такую вот увязочку так сейчас 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 вкус мы на виде отлично значит гильзы бывают разные бывают довольно толстый плотный пластик как в этой гильзе это гильза из-под диабола фирмы тахо все вы знаете очень плотный толстый пластик также эту пулю снаряжает в пластик скажем так не толстый он тоненький вот но также обжимают закаткой и ну снаряжать такое скажем так счастье тоже не немного успеха даже если мы на войничками это все будем расправлять все равно у нас ничего хорошего не будет у нас будут задиры замены как бы это все ерунда а здесь пластик и толстый и плотный то есть он очень скажем так привередлив к этой вот штуке и так это пластик плотный и толстый также есть пластик толстый но не плотный то есть он скажем так мягкий вот с ним больше всего возни если скажем так выровнять вот эту гильзу это очень быстро то выравнивание вот этой гильзы плотного и мягкого пластика толстого скажем так возникают проблемы чего бы хотелось начать ну наверно переведу сразу в рабочий режим прошу прощения еще раз все таки они из первых видео поэтому терпите ребята сами просили как делаю это я берется дрель шуруповерт что что-то высокоскоростное вот него оставляется баллончик из-под co2 у кого есть воздушка у того этих баллончиков извините меня как грибу в огороде вот значит если мы берем допустим тот же пластик плотный толстый то с ним вообще меньше всего проблем как по его выравниваем сейчас показываю будет немножко шумно поэтому простите вот нормально не зажал скажем так это для видео это все оформил сейчас зажму поплотнее только вставил надо хорошенечко зажать и вот казалось бы у нас уже ровная гильза но нам этого недостаточно прежде всего она как бы если мы сейчас ее вымем она все равно немножко сократится в размерах у нее есть память у пластика поэтому нам немножко надо совершать скрым так круговые движения для того чтобы его немножко развальцовывать сейчас показываю и когда то есть у нас происходит немножко зазорчик да то есть у нас уже гораздо все проще и лучше вот эта гильза из этого плотного пластика она как правило останется такого же диаметра поэтому с ним у нас мороки меньше всего больше всего у нас мороки непосредственно с плотным пластиком вот плотными мягким пластиком умеет зараза память поэтому если мы сделаем точно такую же процедуру допустим с ним то он сволочь такая через какое-то время вернется к тому как он был ну или хотя бы наполовину это нас тоже не устраивает поэтому есть своя маленькая хитрость и так давайте вы выравниваем то есть наша задача разогреть гильзу но не сильно не перегреть так чтобы уже частички начали под но это чувствуется когда ты держишь рукой частички пластика уже начали отсоединяться и проворачиваться непосредственно между гильзой и баллончиком вот мы его разогрели и мы должны ее оставить таком положении где-то ну зависимости от температуры где-то от 10 до 15 минут для чего для того чтобы этот пластик у нас остыл принял температуру баллончик окружающей среды и скажем так температурное расширение ну не дать ему восстановить память которая уже у него была скажите долго возможно долго но опять же этих баллончиков у меня очень много то есть просто отставляем этот сторону пока скажем так вот плотный пластик у нас настаивается мы берем другой баллончик до работаем с ней баллончиком может быть хоть 10 штук зависимости от ваших объемов или времени проведенного скажем так гаража ну что давайте тогда попробуем тонкий пластик в нем тоже есть маленький нюанс его надо держать больше всего на баллоне чтобы наставал вместе с баллоном то есть такие гильзы скажем так более проблематичный но все же достаточно мягкий нагрелся и мы оставляем его скажем так на некоторое время эту бизу минут на 10 на 15 составлю как правило я использую приспособу который у меня есть таким образом устанавливается зажимается и тогда все происходит довольно без проблем но скажем так давайте ладно это я уже для пробы поставил пока вот этот будет остывать у нас мы его оставляем сторону берем новый баллон баллон уже мне поработаны и серьезно хорошенечко зажимаем его берем эту красную плотную хорошую гильзу который очень хорошо будет нам еще служить не один раз и выравнивание так как всегда у меня проблемы то есть с плотным пластиком и жестким тюрьму таким скажем так толстым работать гораздо проще потому что у него практически тепловой памяти нет поэтому выравнивается очень быстро красиво ну опять же баллончик у нас разогревается поэтому когда у вас два или более баллончиков это всегда хорошо это всегда удобно вы всегда можете оставить который баллончик который вас нагрелся оставить на остывание на то чтобы форма принимала его размер вот всегда ставить еще один данный способ для меня является скажем так приоритетным почему потому что в гараже всегда есть чем заниматься то есть раз 10 минут ты подбежал сколько у тебя там два три баллона ты их сделал они себя остывают и побежал заниматься чем-то другим но так спокойненько за вечер там принципе какие-то 50-60 гильз спокойно расправляться особенно если это скажем так зимний период это еще лучшее время немножко сокращается почему потому что баллончик скажем так гораздо низшую и скажем так вот перепад температур он скажем так быстрее быстрее пластик остывает быстрее он принимает эту форму и дальше он остается на ней же вот такая маленькая хитрость я и пользуюсь возможно кому-то она будет полезна особенно новичкам поэтому если буду вам полезен ставьте лайки я пойму что нефиг стесняться вот и буду так сказать продолжать свои прения дальше ну наверное еще одно какое-нибудь ради интереса выровняю и наверное на этом хватит возьмем допустим 1 1 расстрелянную гильзу фирмы дуплекс rosa 32 хорошая гильза очень хороший пластик если вы уровне значит послужит вам не один ну дну десяток точно раз послужит поэтому давайте выровняем я покажу как делается то есть как только вы немножечко почувствовали что гильза начинает скажем так разогреваться да очень сильно вы отпускаете руку гильза прокручивается на баллончики вы оставляете в таком состоянии вот еще маленькая хитрость баллончик он не весь одного диаметра где-то в конце вот когда идет уже оживальная форма переходит на жевальную форму там небольшое увеличение диаметра происходит но видимо их просто спаивали из них этих частей поэтому если есть какая-то выемка до лучше этой выемкой на гильзе до поставить именно на это место чтобы скажем так но она выровнялась просто остыла и приняла форму ровного так сказать цилиндра ну за всем в принципе все вот надеюсь трос видео не будете спасибо кому был полезен буду рад